Здесь собрались те, кому знакомы слова. Мороз, снег, спорт, счастье, здоровье. Кто-то приехал отлично провести время, а кто-то показать отличный результат. Стоит отметить, что спортивный праздник объединил сразу два события. Лыжню России 2018 и Всероссийский день зимних видов спорта. Во-первых, тепло, хорошо, погода благоволила. Все было на нашей стороне. Все только для участников соревнований. Участвуйте, получайте наслаждение, удовольствие, на радость себе и стране. Организаторы подготовили несколько видов дистанций. Самыми массовыми ожидаемо стали на 1,3 километра, в которых могли принять участие все желающие, в том числе начинающие. Те, кто впервые решил попробовать себя в беговых лыжах. Более опытные спортсмены вышли на трассы 5 и 10 километров. В городе Спаски-Дальнем очень сложная трасса, я вам хочу сказать. И поэтому многие дилетанты не хотят принимать участие именно из-за подъема, спусков, виражей. Трасса здесь сложная. На лыжню участники приехали семьями, трудовыми коллективами. Среди лыжников было много детей дошкольного и школьного возраста, молодежи и людей взрослого поколения. Самому младшему лыжнику год и три месяца, старшему 90 лет. На всех дистанциях определили победителей и призеров. Награды вручил директор департамента физкультуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов, который вместе с сотнями приморцев также принял участие в лыжной гонке. По итогам соревнований чаще всего на пьедестал поднимались представители Спаска Дальнего. Так, например, в самой престижной 10-километровой гонке среди женщин не было равных хозяйкам соревнований, которые взяли первые три места. Специальными призами от компании партнеров отметили самого юного участника Диму Канатникова из Спаска Дальнего, которому всего год и три месяца. На лыжню он вышел в сопровождении старшего брата и дедушки. Приз для самого взрослого участника вручили 77-летнему Александру Нестеренко из Владивостока. Солнце, радость такая, понимаешь, то есть даже как бы в моем возрасте и то как-то так чувствуется подъем, бегает молодежь, что-то все суетятся, все радостные и как-то это все передается и уже ты ничушь себя самым таким взрослым участником. Всем участникам соревнований также достались памятные подарки – нагрудные номера и яркие шапочки с логотипом «Лыжни России-2018». Кроме этого, все лыжники провели прекрасный день на свежем воздухе, получив заряд бодрости и позитива, которого хватит надолго. Дмитрий Беломеснов, Новости спорта на Восьмом. Дмитрий Беломеснов, Новости спорта на Восьмом.